Всем привет, с вами Петренко ТВ Сегодня я расскажу коротко о топ 10 ожидаемых фильмов сентября 2018 года Это мой личный топ По мне месяц премьер сентябрь гораздо круче, чем август Правда не уверен, что кто-то дотянет до уровня альфа Кто не видел обзор фильма альфа, сверху будет ссылка, посмотрите Начнем мы с конца На 10 месте стоит фильм «Бои без правил» Сюжет не новый, но говорят, что фильм основан на реальных событиях Основан на реальных событиях Фильм рассказывает про молодого британца Билла Мура, который попал в самую страшную тюрьму Таиланда Там проводятся бои насмерть Попросту говоря, делись или умри Он должен победить, чтобы выжить По моему мнению, выйдет хороший драматический боевик Довольно-таки жесткая история про бои без правил и суровую тюрьму Таиланда Главного героя сыграл Джо Коу Остальные Да не в зеркало себя видели? Такие жуткие Главному герою уж точно не сладко там будет Выйдет он 20 сентября А вы знали, что этот фильм вышел 19 мая 2017 года? Да уж, до нас норм фильма долго доходит В 9 месте стоит фильм «Проклятие монахини» Когда я была маленькой, меня преследовали видения По первому кадру трейлера уже стрёмно Художники постарались По сюжету Когда в уединённом монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня Следовать происшествия Ватикан отправляет священника с туманным прошлым И послушницу на пороге невозвратных обетов Рискуя не только жизнями, но и верой и даже своими душами Они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини А монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми Мне кажется, выйдет очень годный ужастик Религиозная тема лучше всего подходит для ужастиков По трейлеру явно видно, что команда поработала со спецэффектами и музыкой Чтобы как можно больше напугать зрителей И я вот хотел сделать на этот фильм обзор Но даже боязно на такое идти Дистра, прошу, сюда Простите Режиссёр Корин Харди В главных ролях у нас Дэмиан Бишер Таиса Фармига Йонас Блоке Шарлотта Хоуп Ингрид Бису Я никого из них не видел Помните? Шарлотта Хоуп играла в Игре Престолов И выйдет этот ужастик 20 сентября На восьмём месте стоит фильм Человек, который убил Дон Кихота По сюжету Режиссёр Тобиас Грамет Мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром В поисках вдохновения отправляется в деревню Где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота И нашёл там исполнительно главные роли Спятившего старого сапожника Уверявшего, что он и есть настоящий рыцарь печального образа Старик принял Тоби за своего верного женосца Санчоа И насильно потащил в опасное путешествие Где реальность трансформируется в фантазию А правду не отличить от вымысла Это уж явно Когда смотришь трейлер думаешь, что главный герой попал в будущее А оказывается, что у старика просто разыгралось воображение Вот всё-таки Есть магия? Или нет? Я запутался, ребят В принципе, выйдет неплохая комедия Добрая и остроумная И кстати, с хорошо узнаваемыми актёрами В главных ролях Адам Драйвер Джонатан Прайс Ну что, узнали? Джонатан Прайс играл в пиратах Карибского моря Губернатором А Адам Драйвер играл в Звёздных войнах в Последние джедаи И удача Логана Итак, выйдет этот фильм 27 сентября А мы переходим дальше В седьмом месте стоит фильм Великий ранитель 2 Тут уже пошли погоднее фильмы По сюжету, это продолжение истории Роберта Маккала Бывшего агента ЦРУ Который самостоятельно вершит правосудие Как и в первой части История рассказывает об агенте Который справляется с несправедливостью И бесчестием Просто наказывает плохих парней Поправочка Жёстко наказывает Это крутой боевик с простым сюжетом, но с качественными эффектами И крутым персонажем в исполнении роли Дензела Вашингтона Это очень привлекает в трейлере Даже есть немного забавных моментов Надеюсь, выйдет хороший боевик А выйдет он 6 сентября 6 место Игрушки для взрослых Действие этого фильма происходит в Лос-Анджелесе Городе денег, знаменитости и взрослых развлечений Здесь куклы живут бок о бок с людьми Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений Связанных со звёздами популярного телешоу И тогда на охоту выходят бывшие напарники Брутальный частный детектив и коп в юбке Довольно-таки комедийный детектив И те, как плюшевые игрушки живут рядом с людьми Забавно Прощайся со значком, чучело Я из ФБ Ага, из Федерального бюро рукоблудия Мне кажется, выйдет хороший фильмец И главной героиней у нас Мелисса Маккарти Хорошо, что взяли эту актрису на комедийную роль У неё хорошо получается играть в этом аплуа Вот, допустим, фильм Шпион И ждёт нас эта комедия 27 сентября Пошла пятёрка Кин Фантастический фильм, рассказывающий о пацане, который обнаружил инопланетное оружие Об истинной мощи, которой только можно догадываться За парнем теперь будут гнаться пришельцы, которые хотят вернуть оружие Да тут ещё проблемы, так и проблемы брата Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит Спасёт загадочный артефакт наш мир или погубит Эта фантастика довольно-таки интересная Хотя таких сюжетов, как «Дети нашли что-то инопланетное» полно Кажется, тут поворот сюжета оригинальный По трейлеру видно, что будет куча спецэффектов «Это ещё что за хрень» Из звёзд у нас сыграют Джек Рейнер, Джеймс Франко и Денис Куэйн Эта фантастика выйдет 6 сентября Ждём На четвёртом месте стоит «Багровая мята» Фильм рассказывает о коррупции и бесчестии власти По сюжету у главной героини убивает семью Она пытается законом наказать преступников Но, увы, эти власти – продажные мрази и преступники, которые вышли сухими из воды Самая героиня идёт на крайние меры и будет мстить за свою семью сама И убьёт всех убийц, продажных копов и других, кто связан с этой системой коррупции Я убью вас всех И, пожалуй, начну я прямо отсюда Это очень классный драматический боевик, который, мне кажется, будет очень достойным фильмом Главную героиню сыграла актриса Дженнифер Гарнер Ждём этот боевик 13 сентября И на третьем месте агент Джоли Инглиш 3 Вот поворот Не думал, будет третья часть этого комедийного боевика По сюжету, когда все агенты секретной службы её величат, то внезапно выходят из строя В игру вступает запасной вариант Образец английского стиля и любимец роковых красоток Король безвыходной ситуации Хранитель аналоговых традиций в цифровом мире Агент Джоли Инглиш Боль и гордость британской разведки Этому парню есть что взбалтывать И он взбалтает не по-детски Да, ждёт нас много шуток и смеха в этом фильме А главный герой, ну просто умора, ребят Вы исключительно прелестны сегодня Вы исключительно прелестны сегодня Зынь Играет его Роун Эткинсон И с ним в напарнике актриса Ольга Куриленко Этот смешной боевик выйдет 20 сентября, как и в мире Второе место, идёт фильм Тайна дома с часами Очень интересный фильм приключения С небольшими элементами ужаса По сюжету Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своей дяди Это тиканье часов, раздававшееся из древних стен Он окунулся в мир магии и колдовства Во существовании которого даже не подозревал Здесь оживают картины Обитают невероятные создания А сердце дома хранит тайну времени Короче говоря, парень окунулся в мир магии Это приключение очень заинтересовало меня По мне, фильм выйдет для всей семьи Кстати, на экране этого фильма у нас появится актёр, которого мы давно не видели Джек Блэк, который играл в Кинг-Конге и других хороших фильмов Ждём это фантастическое приключение 27 сентября Ну а на первом месте, конечно, идёт фильм Хищник Жалко, конечно, не будет Шварценеггера Конечно, фильм первый Хищник со Шварцем Самый лучший по мне Понятное дело, Шварценеггер уже старый Это, по сути, такая же история, как в прошлые фильмы Одним словом, ремейк Упал корабль, неопознанный народ, конечно, потянулся его искать И начали огребать от Хищника Но это так же круто Мы посмотрим, как и этот фильм, так и вспомним старый Конечно, уже стиля Рэмбо Не будет Но Хищник станет больше и крупнее Команда актёров не особо мне знакома, но выглядят они круто Главный герой это Бойт Холбрут Ну блин, это не особо меня обрадовало Лучше бы взяли кого-нибудь из фильма Неудержимый Например, Сталлоне или Хоть Скалу И то круче будет То какой-то молодой слишком герой Не ощущаешь, что он очень крут Ну ладно, будем всё равно смотреть И выйдет этот фильм 13 сентября Посмотрим, что будет лучше, старое или новое Ну хотя пока что вы сами знаете ответ Спасибо за просмотр, сынок Ставь лайк И не забывай подписываться Колокольчик ставь И с вами был Петренко ТВ Пока